Всем привет, я еду в обмиск на укол глаз. Вообще не вижу ничего, болит голова. Короче, капец, уже купила билет на экспресс. Сейчас я буду ждать, жду побыстрее приехать, чтобы мне вкальнули, обезболиваюсь. И всё. Привет. Блядь. Ну, чё? Я его вообще не вижу, не могу открыть глаз. Чё, пойдём? Я только это потом. Всё, я уже дома. Побыла я в больнице. Сейчас вам вкратце их расскажу. У меня 6-го числа заболел глаз. Если вы смотрели предыдущие ролики, заболел глаз, покраснил. В общем, болел-болел, болел-болел. Я думала, после свадьбы сестры пойду в больницу. В общем, на второй день я съездила. А 11-го числа у меня уже заболел глаз настолько сильно, что у меня аж, ну, зрачок стал серым. Я побоялась, думала, это гной. Меня все начали пугать. Срочно к врачу. Был уже праздник. Мы поехали в обмиск к платному врачу. Платный врач сказал, назвал название болезни. Очень трудно выговаривать, но, в общем, у меня написано. Сделала мне укол. Колется укол вот сюда. Вот прям, ну, вот сюда. Вот сюда. Во вторник, это был понедельник. Во вторник она сказала не приезжать. В среду приехать, то еще сегодня. Я приехала сегодня, и зрение у меня ухудшилось. И сам зрачок у меня не открывается, закрыт. Зрение ухудшилось. То я видела пять строчек. Сейчас я вижу три строчки этим глазом. Зрачок не открывается, и меня срочно кладут в больницу. Так что я завтра ложусь в больницу. Но я буду разговаривать с заведующей, чтобы меня положили в дневной стационар, чтобы я приезжала, делали мне какие-то процедуры, и уезжала домой. Потому что у меня ребенок, я не знаю, как она здесь будет без меня. Да я без нее уже не смогу. Не знаю. В общем, такие дела. Мне с собой дали шприц с лекарством. Ну, колоть я не буду его. Она мне сказала снять иголку и просто влить. И вот такой толстой иголкой здоровой мне кололи глаз. У меня тут куча лекарств, которые я накупила, которые колю. Ой, колю, капаю там таблетки. И все это таблетки и капли, это антибиотики, кроме пенталгина. Это от головы. Потому что голова раскалывается. Вот. Я вам обещала рассказать про свадьбу, свое впечатление. Все хотела рассказать вам подробно. Расскажу вам уже потом, после того, как вылечусь, когда меня выпишут. У меня есть кое-какие видео, которые я не выкладывала. В основные влоги свадебные. Вот. Выложу тоже вам все потом. Все смонтирую, все сделаю. Поэтому. А, ну а сейчас, как вы понимаете, влоги, наверное, не будут выходить. Но я снимать буду. В больнице буду снимать. Когда у меня будет интернет, потому что в больницах нет интернета. Если мне получится, чтобы у меня телефон ловил. Но это будет очень долго. Короче, я посмотрю. Буду стараться выкладывать, но не обещаю. Поэтому влоги будут сразу, как только меня выпишут с больницы, сразу же я начну выкладывать все влоги. Рассказывать все, как было, все, как есть. Вот. Поэтому на этом я свой влог заканчиваю. Спасибо, что посмотрели. Если кто переживает, спасибо, что переживаете за меня. В общем, я не пропала. Не пропадаю. Просто вот такая неприятность на мне приключилась. Я надеюсь, что меня долго не будут держать в больнице. Я надеюсь, что быстро все пройдет. Вот. Главное не ослепнуть для меня. Это самое главное. Вот. Держите за меня колочки, крестики, норики. В общем, все удержите. Так что, такие дела. Спасибо, что со мной были сегодня, посмотрели этот коротенький влог. Всем пока-пока, до новых серий. Я обязательно все буду выкладывать, все обязательно вам расскажу. И, кстати, спасибо новым подписчикам моего канала, что подписались. Так что, пока. Не буду говорить до завтра, потому что не обещаю, что выложу завтра влог. Вот. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok